Привет, дорогие друзья! Меня зовут Макс Вайсман. У нас сейчас снегопад. Я в Санкт-Петербурге. Это февраль 2021 года. Вот это район станции метро Беговая. Вот это теплотрасса. Мы сейчас поговорим о снеге. Снега очень много выпало. Его с большим трудом убирают. Коммунальные службы не справляются, к сожалению. Некоторые чиновники даже заявили, что люди должны помогать коммунальщикам в борьбе снега. То есть люди платят налоги и еще должны помогать. Почему-то, когда надо попилить бюджет, помогать, людей никто не зовет. Только когда надо бесплатно что-то сделать. Вот это здание, вы видите, это питерский газмяс. Самое высокое здание в Европе. Лахта-центр. Самый северный в мире небоскреб. Вы знаете, путинское время характеризуется деградацией всего и вся промышленности, здравоохранения, образования, других социальных сфер, репрессиями, но еще и понтами. Вот это вот то, что вы видите, это как раз понты. Ну, знаете, в каждой бочке дегтя можно найти ложку меда. Вот это она и есть. В темноте красиво смотрится. Не все только разрушалось. Через много лет потомки, изучая историю, будут клеймить путинское время, что все деградировало, разрушилось. Но вот это здание, которое останется и потомкам, покажет, что в любое время есть какой-то позитив. 14 февраля, когда была странная акция с фонариками, у меня был билет в театр Аркадия Исаакиича Райкина. И я был на неплохой премьере. Накладочка вышла. Я думал, что ну не посвечу фонарикам. Оказывается, на 8 вечера на время, когда была запланирована акция, был антракт. И я вышел и таки посвятил этим фонарикам. На всю улицу с фонариком был я один. Акция 14 февраля по зажиганию фонариков на телефоне, откровенно говоря, слишком много сторонников не имела. Так, на мой взгляд. Но я говорю, один там стоял на всю улицу. Но тем не менее, власть даже вот этот, немногочисленный, это даже и протестом на самом деле не назовешь, даже вот этот флешмоб они попытались всячески купировать. Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой. Вот такой вот снежный филайский Петербург. Снег валит и валит. И там по домам лазит. Куда полез? Правильно снег сбрасывать надо. Вот это вот серый мой дом, в котором я остановился. Довольно высокий дом в Приморском районе. Кто-то любит ездить, отдыхать на юг. Кто-то, я, например, люблю приезжать в Санкт-Петербург. И постоянно останавливаюсь в различных местах. Вот сейчас вот в этом вот доме. Дома в Приморском районе Санкт-Петербурга довольно современные. Старых домов не так много. Это фактически новый район, довольно дорогой. Здесь весьма интересные билдерги. Квартиры тут одни из самых дорогих в городе. Ну, потому что вы видели, что тут и газмяс недалеко. И много чего еще. Например, Финский залив тоже. Это все, конечно, влияет на цену. В плане ее по машине. Началась настоящая метель. Все машины под снегом. Ветрище очень сильное. Вот смотрите, какой ветер. Машин, конечно, не так много днем. Но есть даже места. Но на самом деле вечером, вы сами понимаете, смотрите, какой высокий дом. Сами понимаете, ставить машины некуда. А ведь на самом деле территория-то позволяет. Просто нужно убрать немножко газонов. Вот это подъемник для лиц с ограниченными возможностями. Посмотрите. Это забота о людях, которым в этой жизни не повезло. Очень-очень позитивно. То, что тут такое, в принципе, есть лифт. Дверь работает очень-очень неспешно. И некуда спешить. В отличие от жителей этого дома. Вот. Поехали наконец-то. Весьма сомнительно на века вбить в дом номер телефона строительной компании. Мне кажется, это очень странное решение. Метро Чернышевская, улица Фурштадтская. На этой улице полно различных иностранных консульств. Вон какой-то флаг. Наверняка очередное консульство. Цветы, школа флористики. Цветочное бюро. А ну ж так обозвать. Флаг Евросоюза. И что еще это? Эспана. Точно испанский флаг. Сразу и не узнал. О, какая красивая. Такая интересная церковь. Будет не православная, а какая-то другая. Лютеранская, наверное. Архитектура, конечно, потрясающая. Особенно вот этот дом мне очень нравится. Со шпилем. У нас в Томске... Дарина, направо поворачивай. Есть, конечно, несколько таких заводов, типа этого красивых. Но здесь они в центре практически везде подобного попадаются. Один другого краса. Их просто не то, что много. А каждый, там, я не знаю, второй, третий. То есть любителям архитектуры, особенно вот 19-го, начала 20-го века, здесь точно есть что поделать. Типичный Петербургский двор. Колодец. Магазин. Реанимация одежды. Еще один магазин. Ну, с парковкой тут, конечно, не очень. Вот только вот такие автомобили можно парковать. Пройдем дальше во двор. Смотрите, какое там учреждение. Здесь с парковкой вообще. Жесть. Медицинский центр. Интересное здание. Все балконы застеклены. А вот наверху не удосужили застеклить. Смотрите, детская площадочка. Виде работают. Площадка ничего себе такая. Муниципальное образование. Литейный округ. Все хорошо здесь, кроме мест для парковки. Знаменитый Невский проспект. Стоит в пробке. Площадь восстания. Станция метро. Смотрите, как красиво. Как красиво оформлен дом. И следующий тоже. Дома подсвечены. Еще не поздно, но подсветка включена. Все это выглядит хорошо, интересно. Но вот этот мне особенно нравится. Вот эти снежинки на доме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.